Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и описание к этим работам. Упавшие колокола. Горюшкин, Сорокопудов, Иван Силов. Дата создания – 1930-й. Техник – гуашь, картон – 71 на 52. Иван Силович Горюшкин, Скоропудов, русский живописец, график и педагог, заслуженный детьми искусства РСФСР. Обучался в Императорской академии художества у Ковалевского, Мате, Мастерской Репина. Учился вместе с Билибином, Кустодиевым, Томовым, Бродским и Сычковым. В пейзажной живописи раскрыл себя как истинный лирический художник. Часто повторял вслух есенинские край любимой. Поэзия Есенина наиболее точно передавала чувства и переживания мастера. Невероятно живые и красочные картины русской природы, сельских окрестностей и затерявшихся во времени улочках древних городов. Рожает незатейливой красотой и узнаваем. Перед зрителем представят печальные картины всеобщего запустения. Разоренные и поруганы храмы, в которые стекались сотни людей на службу под мощный звон колоколов, разливавшийся по окрестностям город. А ветшалые стены, древняя исполинная история, раскрытая калитка, идущая на колокольне. У стены мы видим двух людей, старого священника и его супругу, большая половина жизни которых прошла под стенами этого храма. Павшие колокола, немые свидетели их жизни, безмолвно взирающие на прижавшиеся друг к другу людей, выброшенных и забытых стремительным ходом истории. Повсю гремит безбожная пятилетка, обезглавленные храмы, расхищенные дома, сожженные иконы. На все это безумие взирает чудно сохранившаяся на стене икона Христа Спасителя, также преданного и распятого безбожной толпой. Казалось бы, полотно выражает полную безысходность. Мокрый снег, тяжелые пары, наполненные весенней влагой воздуха, рущиеся клочьями пасмурное небо. И вместе с тем, сполохи солнечного цвета, смиренное измолвие древних стен, хранящих память о бушедших временах, и две хрупкие фигурки, упорно идущие в разоренную церковь, шепчущие слова молитвы, которые не проходят даром. Их отзвуки, как громовые раскаты, звучат на небесах. Внимающий им спаситель смотрит в вечность, все зная и предвидя, и революционный разгром, забвение и опустение, и возрождение, восстание из пепла и звери. Безмолванные колокола, повернутые ниц, спустя почти столетия вновь зазвенят над городом Ликуя, праздную грядущую победу. Тоской по патриархальной Руси пронизана картина. Написана она в 1930-е годы, в то время, когда активно разрушали церкви и монастыри, а на их месте разбивали парки, ставили дома, культуры и другие строения. Вот такое описание нашел в интернете к работе Ивана Силовича Горюшкина-Скарапудова, русского живописца. Работа называется «Упавшие колокола». Это создание 1930-й год. Пока-пока, до свидания. Продолжение следует...